Если в поисковике вбить запрос «Праздник молодого картофеля», то выпадает практически один адрес – Погарский район деревни Лукин. Три года назад здесь прошел первый праздник молодого картофеля. Я от имени губернатора Брянской области благодарю вас всех за ваш труд. Желаю вам всего-всего самого доброго. Дареевск, Городище, Борщово, Суворово – больше двух тысяч зрителей приехали из села-круги. Есть и гости из Погара. Отсюда до райцентра полтора десятка километров. Погарцы шутят. Сейчас лук и сигары, листья табака на гербе, а впору менять символ – добавлять картофель. Урожайность уже достигает 400-450 сантиметров с гектара. У нас в этом году на 3200 гектар картошки посеяно. Это в пределах 300 гектар больше, чем уровень прошлого года. Больше половины 1650 гектаров – это клин Погарской картофельной фабрики. Уборка здесь уже началась, но пока в тестовом режиме понемногу. «Самый бой, который будет, это, конечно, с августа месяца. И вот наша сейчас задача – сделать так, чтобы людям сделать праздник, чтобы они любили свою работу, чтобы они могли послушать. Они же ноги вообще никуда не выезжают. Мы им должны прийти хорошие группы, чтобы они понимали, что можно жить счастливо и здесь вот». На предприятии 300 сотрудников Иван Дуданов говорит, если с семьями и фермерами, то больше тысячи человек помогают создавать брянский продукт, который знают и в России, и за рубежом. «На сегодняшний день у нас половина продукции идет на экспорт. Нашу продукцию знают в Южной Америке, в Европе знают. У нас есть опыт поставок в Соединенные Штаты. Поэтому мы вообще, вот то, что сейчас мы делаем вообще в Брянске, с точки зрения картошки, это вообще уникальная вещь. Когда мы белорусов пригласили и говорили, давайте соревноваться. На сегодняшний день Брянск область сделает столько, сколько у себя Беларусь картофеля. Я думаю, что через некоторое время Брянск область будет делать больше картофеля. Но мы должны делать современные, удобные продукты. На сегодняшний день мы, например, сейчас делаем такие вещи, как детское питание делаем, питание людей пожилого возраста». Для участников праздника, музыкальные коллективы, конкурсы, семь предприятий питания района представили блюда на соцжюри. Условие одно. В основе – картофель. «Это грибной соус на этой картофеле. Запекается, потом раскрывается в грибном соусе. А это в фритюре жареная картошка с пиратью». Георгий говорит, в день по 50 килограммов картофеля расходится в его ресторане. И это только в будни. В унисон с ним и погарцы Михаил и Людмила Кухаренко. Лучшего гарнира не придумаешь. «Страники и толчонка, и жареная, и в этих горшочках. Люблю горшочках. Если там грибки, лучочек». Полевая кухня с молодой картошкой – развлечение для ребятней – это часть праздника. Особенно ждали молодежную кавер-группу «Флоу». Ребята занимаются в Погарском доме культуры. Праздник завершился далеко за полночь дискотекой. Впереди у этих людей большая работа. На дожди и холод наши аграрии давно не ропщут. Со сцены сказали, если они так дружно умеют отдыхать, значит сомнений нет. Соберут и сохранят урожай при любой погоде. Мария Сергеенко, Максим Кузнецов. События. Погарский район.